Я, знаете, хотела что сказать, тоже немножко добавить. Первый раз Икаро в продолжительное время в Хакасии был в 2014 году, когда Хакаска-Республиканская филармония реализовывала проект, тоже международная музыкальная лаборатория, если я не ошибаюсь. То есть там учили гостей публики из других стран, учили играть на народных инструментах. Икаро участвовал в этом проекте, не без помощи, наверное, Чаркова Сергея Трофимовича. Я хочу передать ему слово. Я вот тоже хожу и думаю, беседую с Икаро, мы вообще каждый день встречаемся. И все время спрашиваю, говорю, что ты здесь? Я спросил, говорю, там где же страна? Посмотришь по карте. Это почти в южной части Тайква. Я говорю, что ты здесь потерял? Тут же зимой холодно, а там, представляете, экватор, это вообще холодный период. Вот, ну, я думаю, что вот, Икаро маленько озвучил, я думаю, что это воля неба. Я просто хочу добавить, как все поископилы. У меня много бывает, летом очень много звонков всяких разных, то есть спрашивают там инструменты, звонники, вот я слышу вот голос, такой бархатный. Я Икаро, я из Колумбии, такой вот самый. Что да, я вспомнил, как он делал. Ну, что, колумбийцы, вот, и играли же эти вот на День города, помните, да, вот, приедем с Колумбии. Вообще там, как бы, идет, в Европе, то уж когда мы уезжали, там постоянно ходят, там целая сфора этих колумбийцев по городам Европы. То есть, куда не приедешь, везде они, это музыканты, которые зарабатывают, это самое, как бы, деньги на улицах. Вот, у меня вот такое было ощущение, что, понимаете, ну, кто там звонит. И он один раз позвонил. Ну, ездил он, кстати, козыл через АПК, но как-то не срослось все. И это все, как бы, ну, и забылось. Ну, летом это было, если бы не получилось, я просто не помню. У меня не было здесь, и встречи не получилось. Ну, и все, и тут, и тут я захожу в филармонию, и мне там, вот, Саяна говорит, говорит, Череж, у тебя есть документы, говорит, иностранцы? Мы, говорит, проводим лабораторию, нам не хватает людей. Я говорю, а где же, вот, Лизбор там, Лизбор там, Лизбор? Она, вот, отказалась у нее, там, ну, в общем, все эти отказываются. Я говорю, да, вот я где-то это слышал. А мне, вот, в Новосибирске звонят, что там, вот, выступала Икара. Я звоню в Новосибирск, знаете, там, женщина, которая занимается в Акадском филармонном центре. Она говорит, хорошо, давай я тебе дам знакомого, это. Икара, указ, вовсе, уже уехал в Колумбию, был в октябре. Ну, как бы мы говорили, я там бывал. И вот, понимаете, с Колумбии, с Колумбии, филармонии оплачивают дорогу. Вот там, по-моему, это очень, ну, в Южную Америку, это очень дорогое удовольствие. То есть они как-то договариваются, и он сразу, а мне, как надо, потом в Индию. То есть он прилетел, опять сюда, ему купили билет, представляете, сюда он приехал. Побыл на лаборатории, мы тут пообщались, дали концерт, и он обратно в Москву, с Москвы в Индию. И вот, ну, как бы, вот такой вот. Я вот сейчас думаю, что, как воля неба, это больше, то есть он здесь, ну, дальше, вы, наверное, историю знаете, что он здесь уже остался. Так получилось, что уже днился после этого, вот, или, как говорится, пустил корни, и теперь, теперь он наш. А что еще, когда вот просто, когда он начинал вот это в лаборатории, было очень, это, я думаю, как он вообще поет, что вообще диссонирует, вообще диссонирует, не строит с инструментом, вообще было, думаю, что, я привлек тут Юрия Горьевича к теме, Юрий Горьевич, ну, посмотри, что тут надо с ним, это, надо же сделать, Александр, с инструментом, он как бы играет одно, а поет другое, ну, что это такое. Ну, в общем, мы там, это, а сейчас вот Забетий очень большой рост, ну, что вот он поет, то есть он за короткое время, вот, он играл только на квадро, а сейчас вот на свою гитару, и очень уровень вообще вырос, то есть приятно слушать, я выходил еще раз, то есть я с большим удовольствием слушаю, иногда, в системе, и я вот понимаю, что это все затягивает, потому что, насколько, ну, это здорово, во-первых, там, там все, надо только слушать. Что я говорю, добавьте у нас.